Тем не менее, значит, стена, на стене горы трупов аккуратно рассажены, они так умирали, сидя возле стеночки, идет червяк через них, значит, что-то никого больше нет, червяк, их должно было быть гораздо больше, намного больше, лезет на стену и видит, опять раскинулось море широко, а там корабли с парусами и кальмарами, да, корабли дяди Еврона громят все нахер, блин. Еще раз немного таинственной географии и, видимо, квантовой запутанности, значит, вот еще раз, вот там находится, где серая свинья номер один, там находится драконовый камень, здесь находится, вот, королевская гавань, вот здесь находится Дорн, а вот тут находится утес Кастерли, чтобы попасть на утес Кастерли с кораблями, нужно оплыть, выплыть из Черноводной, оплыть вокруг всего Дорна, через ступени, это серия островов, которые почти до самого этого Эсоса тянутся, и оказаться вот тут, вот, на утесе Кастерли, через весь континент, во-первых, это время займет, то есть, это долго. Там, не смотри, что на кораблях, все равно это время, какое-то время это должно, по-любому, блин, занять, а во-вторых, опять никто ничего не заметил, он там дыня стояла над картой мира и думала, как нам найти дядю Еврона? Он сам сейчас мимо поедет, третий раз, за серию. Просто раздражает его, вот натурально раздражает, нахера это надо? То есть, это вы же, опять же, если у вас нет карты, мы не знаем, где это находится, но у вас есть карта, и более того, дыня над ней стоит, над этой картой, там можно присмотреться, а там расставлены все эти вот солнатики, специально для понимания зрителей, где чего? Больно смотреть. Нас же просто за идиотов держат. Скорее, сами идиоты. Сами являются и нас держат за таких же. Им это не интересно. Вот такие мелочи несущественные. А потом ты обратился за внимание, и вы, наверное, тоже обратили внимание, как там у них с военными силами обстоят дела. Ну, чисто для понимания, опять же, окружающих. Мы потеряли союзника. И роняет, значит, солнце с копьем. То есть, дарнийцы потерялись. Блин. Мы потеряли роскошного Джорджа. Как что? Вы потеряли конкретно наебу и ее дурдочек. Так это, может, хорошо. Потому, что они явно не в Минько все. Там, может, какие-то другие люди есть в Дорне. Повторяюсь, армия-то никуда не делась. У армии есть офицерский состав. Потому, что по-другому. А как? Там есть рыцари, бароны, графы. Которые подчинены наебе. Берешь следующего по старшинству. Люди-то вот они. Весь Дорн ненавидит маму Лену. И готов ее рвать. Все. Пожалуйста. Может быть, там кто-то еще есть? Помимо наебы. Как вы умудрились потерять наебу? Это понятно. Потом. Почему двух союзников? У вас был один союзник Дорн. Второй Тиреллы. Вы потеряли одного союзника. Потому, что мелкий Грейджой вам не союзник. Потому, что у них почти нет кораблей. И они там у инсургента. Считай, сепаратисты. Дядя Еврон прибрал власть в свои руки. Это там просто какие-то беглецы очередные. Это... Говорю, что это не союзник. Это просто... Приученные вами диссиденты. Железнорожденных викингов. Чушь. Больно слушать. Просто натуральное оскорбление для рассудка. Вы просто тыкаете палкой в ваш собственный сценарий. И ваш собственный сценарий уже не то, что не выдерживает этих тычков. Там уже выдерживать нечему. Вы сами забыли, о чем вы снимали. Даже хрен с ним в первом сезоне. Не то, что вы в прошлом сезоне снимали. Вы уже забыли. Идиоты. Идиоты. Идиоты.